Друзья, всех приветствую! Сегодня предлагаю поговорить вкратце о рубле. Начнем с того, что российская валюта уже почти три месяца существует в совершенно иной экономической реальности. Например, если до 24 февраля курс рубля по отношению к доллару определился рынком и зависел от спроса и предложения. Сейчас все иначе. Как оценить спрос и предложения на национальную валюту? Для этого нужно разобрать платежный баланс страны, который состоит из сальдо счета текущих операций и финансового счета. Немного проще. Счет текущих операций – это торговый баланс, то есть сколько товаров экспортируется, сколько импортируется. Например, если экспорт превышает импорт, значит сальдо положительно. Иностранные валюты в страну поступают больше, чем уходит, утекает, как угодно, можно сказать, в виде оплаченного импорта. Другими словами, увеличивается предложение долларов, что приводит к снижению курса американской валюты по отношению к рублю. Справедливо, конечно же, и наоборот. Если сальдо текущего счета становится отрицательным, то есть импорт превышает экспорт, предложение валюты на внутреннем рынке снижается, что приводит к росту доллара по отношению к рублю. Другая часть платежного баланса – это финансовый счет. Группа статей, фиксирующих международное движение капитала, операции с внешними финансовыми активами и обязательствами страны. Золото, все резервы, которые были заморожены, это все сюда. Короче, это операции, которые предполагают покупку иностранной валюты. Сейчас, как вы все прекрасно понимаете, из-за санкций этой части платежного баланса как будто бы и нет. А раз нет, значит, можно сделать вывод о том, что на курс рубля теперь влияет только одна часть платежного баланса, а именно сальдо счета текущих операций, то есть то самое сальдо, которое отражает динамику странового экспорта и импорта. Теперь к цифрам. За последние три месяца профицит текущего счета превысил 100 миллиардов долларов. Именно столько долларов поступило в страну. Честно говоря, только этого было бы достаточно, чтобы курс российской валюты начал укрепляться. Так еще и экспортеров обязали продавать валютную выручку, меняя ее на рубли. Кто-то может подметить, что из-за репутационных рисков и элементарного нежелания многих компаний покупать что-то, объем российского экспорта должен был снизиться. Вы правы, это так. Правда, есть одно компенсирующее обстоятельство. Рост цен на сырьевые активы, ставший следствием дефицитов этого сырья в мире. Практически полностью этот фактор и это обстоятельство нейтрализовало снижение экспорта и, по сути, позволило российским экспортерам получать ту же прибыль, что и раньше. Те же деньги. Что касается импорта, то он упал ниже плинтуса и, скорее всего, станет еще ниже, потому что с каждой недели все больше компаний покидают российский рынок. Когда ситуация изменится? Безусловно, уход многих компаний и импортеров – это большая проблема для российской экономики. Россия вряд ли станет самодостаточной страной, способной самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым. Она по-прежнему нуждается в технике, в сырье, в промышленных товарах, в полупроводниках. Поэтому пока страны ЕС активно ищут альтернативных поставщиков углеводородов, Россия занята поиском новых поставщиков всего, что было сказано выше, в Турции, в Азии, в Индии, на Ближнем Востоке. На это уйдет время. До этих пор спросу на валюты просто неоткуда взяться. А значит, рубль будет дорожать. Давление на рубль может оказать не только восстановление импорта, но и сокращение экспорта. Не стоит забывать про шестой пакет финансово-экономических санкций, который может распространиться на энергетический сектор России в виде эмбарго. В этом случае приток валюты в страну сократится, и рубль начнет раздавать позиции. Как видим, друзья, очень многое, если не все даже, зависит от торгового баланса. Поэтому хотите знать, когда сильно просядет рубль, или, по крайней мере, когда начнется уверенное трендовое снижение курса рубля, отвечаю, как только вырастет импорт или сократится экспорт. Поскольку это вряд ли произойдет в самое ближайшее время, позволю сделать прогноз, что до конца третьего квартала пара доллар-рубль может закрепиться в диапазоне 50-60 рублей за один американский доллар. После чего начнется последовательный постепенный рост в район 70-80. Это моя субъективная оценка, но я не мог не поделиться ее с вами, потому что, опять же, знаю, что тема рубля интересует многих, и буду, безусловно, рад вашей точке зрения, вашему мнению, поэтому обязательно пишите его в комментариях. Спасибо за внимание.